Девушки отдыхают 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 или еще что-то, провести ревизию и, независимо от того, что уходим мы на выходные, принять все меры для того, чтобы привести в соответствие все то, что у нас было. Особенно, вот я говорю, по поваленным деревьям, чтобы подходы, проезды и так далее и тому подобное. Я думаю, что все это мы сможем сделать. Есть вероятность того, что непогода может продлиться несколько дней. Горожанам следует быть внимательными и осторожными, не прятаться от сильного ветра на остановках, под деревьями или рекламными конструкциями. Безопаснее найти закрытое помещение. Андрей Рыжков, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Еще одной темой аппаратного совещания в администрации города стала работа традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Они проводятся в Магнитогорске с 2003 года и неизменно пользуются популярностью у горожан. В этом году ярмарки открылись на девяти площадках во всех трех районах города. В Правобережном районе УАЗС Красная на улице Гагарина и у торговой галереи МОЗ-2 на проспекте Карла Маркса. В Ленинском районе сельхозпродукции торгуют на площади Горького и в поселке Железнодорожников на улице Бахметьева. В Орджоникидзовском районе лук, картофель, морковь и капусту можно купить на площади Победы. У торговых центров Казачий, сельсовет Паллада и Молния. В этом году в ярмарках участвуют 48 сельхозпроизводителей из шести районов. Для сравнения, в 2018 году их было 41. Весь ассортимент сельхозпродукции круглогодично есть в сетевых магазинах города, но, несмотря на это, магнитогорцы предпочитают приобретать качественный продукт по более низкой цене на сезонных ярмарках. На 20 сентября объем реализации овощей на ярмарках Магнитогорска составил более 530 тонн. Цены на сельхозпроизводительную продукцию в сравнении с 2017 и 2018 годами в текущем году ценовой диапазон реализованной продукции существенно не изменился. Так, в 2017 году один килограмм картофеля стоил 13 рублей, в 2018 уже 15, в 2019 цена снизилась и составляет 14 рублей за килограмм. Сельскохозяйственные ярмарки работают с 1 сентября и до конца октября, но при благоприятных погодных условиях покупателей будут ждать до 15 ноября. Тех магнитогорцев, кто уже сделал запасы на зиму или решил пока с этим повременить, приглашают 21 сентября принять участие в экологических акциях. Первое – это квест под названием «Чистые игры». Волонтеры уберут мусор с набережной Урала в районе Зеленстроя. Субботник планируется провести в виде такого соревновательного движения команд, соревнования команд. За собранный объем отходов будут начисляться баллы, соответственно победители квеста получат призы, а также участников ждет небольшой пикник. Название второй акции звучит как «Призыв. Сделаем». Ее участники поедут совмещать приятное с полезным к водоемам Обзелиловского и Верхнеуральского районов. Места проведения акций в ближайшие озера, в таких населенных пунктах, как Банная, Покровка, Соленая, а также планируется уборка Верхнеуральского водохранилища. Участникам экологических акций предоставят мешки для сбора мусора и перчатки. Всех желающих сделать город и его окрестностей чище, автобусы будут ждать на площади Народных гуляний в субботу 21 сентября в 10 часов. Андрей Рыжков, Денис Иванов, телекомпания «ТВИН». И в продолжение темы городских хроник. В рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Магнитогорске привели в порядок десятки километров дорог. К сожалению, не всегда работа подрядчика принимается без претензий со стороны заказчика. Один из участков, который приходится переделывать, это перекресток проезда Сиреневого и улицы Калмыкова. За счет подрядчика это важно. В начале этой недели автомобилисты могли порадоваться новенькому асфальту, а во второй ее половине этот самый асфальт начали срезать. И сегодня здесь снова лужи и грязь. И проезд Сиреневой снова готовится перекрыть, потому что подрядной организацией при укладке дорожного полотна допущены незначительные отклонения в продольном его профиле. То есть имеется уклон, которого быть не должно. Представитель заказчика отметил, что данное нарушение было выявлено строительным контролем при приемке работы. Данные отклонения выявлены новым передвижным дорожным комплексом дорожной лаборатории трассы, приобретенной администрацией города, для контроля состояния дорожного покрытия. Следует отметить, что асфальт и бетон, примененный подрядной организацией на данном проезде, соответствуют всем техническим требованиям. Приносим извинения жителям города за доставленные временные неудобства. Сюда вновь подтягивается строительная техника. В связи с возобновляемыми дорожно-строительными работами на участке у перекрестка проезда Сиреневого и улицы Калмыково, автомобилистам рекомендуется выбирать более удобный маршрут движения. Устранить замечания подрядчик должен к концу следующей недели. Андрей Рыжков, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Тем временем в Магнитогорске продолжается дорожно-ремонтный марафон 2019. В этом году новый асфальт появится и на тех улицах, которые не обновлялись в течение нескольких десятилетий. К примеру, в настоящее время полным ходом идет укладка асфальтового покрытия на улице Ломоносова. В настоящее время дорожно-ремонтные бригады работают на южной стороне улицы Ломоносова. Между проспектами Ленина и Карла Маркса. В этом районе улица Ломоносова огибает с двух сторон одноименный сквер. Северную часть, 270 метров, уже отремонтировали. Пришел черед южной. В ходе работ не только обновят асфальт, но и поднимут, где это необходимо, колодцы, а также проведут замену портового камня. Необходимость в обновлении дорожного покрытия на этом участке назрела давно. На Ломоносово здесь участок давным-давно не ремонтировали. Здесь вообще он был полностью разрушен. Тут и локальные ямы были, и весь асфальт, он паутинкой был разрушен. То есть в последний раз, наверное, здесь лет 25-30 делали асфальт. Не доходили руки. Так называемый средний ремонт улицы Ломоносова финансируется муниципальным контрактом по содержанию уличной дорожной сети города Магнитогорска. В 2019 году средства этого контракта, около 140 миллионов рублей, позволили привести в порядок целый список дорожных объектов, решить ряд проблем, существовавших долгое время. Один из таких объектов ремонта – Казачья переправа. В минувшие выходные строители завершили укладку асфальта уже и на северной стороне моста. Второй южный переход – это улица Завинягина, переходящая в улицу Магнитную от Вознесения до шоссе Космонавтов. Там продольные провалы были по южной стороне приличные, то есть мы их исправляли. Соответственно, поменяли верхнее покрытие. Там большая колейность была. Были предписания госавтоинспекции убрать эту колейность. Ну а автомобильное движение по южной стороне улицы Ломоносова окончательно откроют в ночь с пятницы на субботу. По отремонтированной северной части улицы транспорт сможет передвигаться уже этой ночью. Юлия Никифорова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. До окончания работ ровно две недели. В рамках программы «Комфортная городская среда» идет преображение пешеходной зоны вдоль проспекта Карла Маркса. Строители уже замостили тротуарной плиткой площадь в 6,5 тысяч квадратных метров. Подрядчики установили первую малую архитектурную форму. Что еще появится на пешеходной зоне, которую отныне именуют «бульваром». Бульвар вдоль проспекта Карла Маркса уже открыт для пешеходов. Замощение плиткой завершено на 99%. Это был самый трудоемкий этап работ, которые стартовали еще в середине июля. Проектировщиками тротуар поделен на две части. Узкая полоса гладкого асфальта предназначена для велосипедистов. Теперь подрядчикам предстоит смонтировать систему освещения. Проект предполагает нечто большее, чем просто несколько фонарных столбов. Малые архитектурные формы тоже имеют подсветку. Вы можете видеть на площадках, которые сделаны специально для установки малых архитектурных форм, выведен кабель, то есть будет у нас подсветка. Именно игровое оборудование детского. Первая малая архитектурная форма уже появилась на бульваре. Призыв «Мечтай» будет дополнен словами «Живи, твори и люби». В перспективе подсветкой будут украшены не только они, но и лавочки. В преображении пешеходной зоны задействованы четыре подрядные организации. Видимость отличнейшая. Прелесть. Просто давно бы это надо. И вот сейчас я прошел от паллады, и обычно я утром и вечером гуляю в Моцион. Здорово. Очень было плохо выходить. Особенно по тротуару было нам плохо ехать. Очень с коляской было неудобно. А сейчас очень приятно. Даже, знаете, душа раскрывается. Очень даже стало даже очень хорошо. Протяженность обновленного бульвара 900 метров. Это расстояние от нечетной стороны улицы Завенегина до улицы Бориса Ручева. В ходе реконструкции пешеходной зоны под снос попали 45 деревьев. Разросшиеся кроны остальных планируется постричь. Планируем в настоящий момент посадить порядка 7-15 елей крупногабаритных, то есть высотой до 5 метров. Плюс предполагается посадка кустарника на всем протяжении между проезжей частью и велосипедной дорожкой. Это порядка 4,5 тысяч кустов. Параллельно с благоустройством меняется и внешний вид расположенных на бульваре торговых павильонов. Киоски проводят в соответствии с требованиями архитектурных норм. До окончания работ по преображению всей пешеходной зоны осталось ровно две недели. Консультации от опытных экспортеров и неформальное общение с топовыми спикерами. В Магнитогорске состоялась масштабная бизнес-конференция под названием «Преодолевая экспортные барьеры». Участие в ней приняли более 200 человек, действующих и потенциальных экспортеров. Более подробно о целях и задачах мероприятия в сюжете. Круглый стол для экспортеров в Магнитогорске состоялся впервые. На форум прибыли специалисты из Москвы, Оренбургской и Челябинской областей, соседнего Башкортостана и Казахстана. Масштабы мероприятия впечатляют. Эту конференцию уже назвали главным бизнес-событием Магнитогорска. Площадка объединила порядка 200 спикеров, топ-менеджеров, предпринимателей, действующих экспортеров и тех, кто только собирается выйти на зарубежный рынок. Главными учредителями встречи выступили Фонд развития предпринимательства Челябинской области, Территория бизнеса, а также Российский экспортный клуб. Организаторы назвали форум символично, преодолевая экспортные барьеры. Они постарались сделать эту встречу максимально полезной не только теоретически, но и практически. Наладить экспорт товаров и услуг для многих бизнесменов и по сей день остается непростой задачей. Сегодня очень много разных мер поддержки, как государственных, как и, в общем-то, негосударственных. Очень много разных инструментов, но люди об этом не знают. К сожалению, люди вот, особенно в маленьких городах, я так думаю, да и в больших, в том числе, закрытые. Вот моя миссия – это вот как раз таки открывать. У нас сырьевая страна, у нас очень много возможностей. И я считаю, что надо только людей научить. Хорошие перспективы имеют все на сегодняшний день. У всех равные условия и достаточно низкая база. Поэтому в следующие пять лет все регионы, которые будут уделять внимание этому, несомненно, сильно вырастут в вопросах экспорта, в вопросах трансграничной торговли. На встрече говорили об инструментах продвижения продукции на зарубежные рынки, о мерах поддержки несырьевого экспорта, особенностях экспортной деятельности предприятий города Магнитогорска. Одним из активных участников форума стала Ксения Тинькова, заместитель руководителя проекта «Притяжение», инициированного председателем Совета директоров по ОММК Виктором Рашниковым. Презентация Ксении Валерьевны была о потенциальном экспорте услуг проекта и широких возможностях для предпринимателей. Напомним, проект «Притяжение» предусматривает создание и развитие городской среды совершенно нового качества, не имеющий аналогов в Челябинской области. Его реализация позволит сконцентрировать магнитогорские современные образовательные, культурные, спортивные и медицинские объекты самого высокого уровня. Проект «Притяжение» предусматривает строительство объектов недвижимости мирового масштаба. Они будут достаточно крупными для того, чтобы привлекать туристов со всего мира. Мы планируем 6 миллионов посещений в год, и часть из этих посещений, естественно, будут приезжие. Вторая причина – мы очень заинтересованы в диалоге с предпринимателями города, области, страны, всего мира, для того, чтобы они могли использовать возможности нашего парка, работать с его посетителями, с тем трафик, который он будет генерировать. Также в рамках конференции состоялась так называемая биржа контактов, главное предназначение которой – дать возможность участникам встречи найти новые каноны сбыта, расширить бизнес и укрепить позиции на рынке. В заключении гостей конференции ждали консультации от опытных экспортеров. Хедлайнером события стал руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров при Российско-Китайской палате эксперт Московской школы экспортера Валерий Кыгородов. Он поделился своими секретами введения успешной торговли с зарубежными странами в мастер-классе под названием «Что первично? Маркетинг или продажи?». Многие, когда слышат маркетинг, сразу думают о том, что это реклама. Нет, маркетинг – это понятие рынка. Сначала нужно понять его, что там вообще люди едят, как они едят, какая регуляторика, какие документы понадобятся, какая цена логистики будет. То есть эти занудные такие скучные вопросы, они должны быть проработаны до того, как все едут на выставку, презентуют что-то китайцам, китайцы что-то пробуют, они возвращаются наши домой и говорят, ой, все, у нас были и китайцы, и улыбались, и ели, и ничего не происходит. Потому что наша подготовка домашняя отсутствует. Начинающие опытные бизнесмены вывели для себя главную формулу успеха. Двигаться к результату нужно уверенно, но постепенно. Любой экспортный рынок – это череда методичных шагов. Самое главное в этом деле – начать работать в нужном направлении. И тогда все обязательно получится. Евгения Солхудинова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Официальные хроники продолжат обзор событий уходящей недели. В Челябинске под председательством президента Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктора Рашникова состоялась 12-я отчетно-выборная конференция этой общественной организации. В работе конференции принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Приветствуя участников конференции, глава региона Алексей Текслер отметил необходимость активизации работы по следующим направлениям. Социальное партнерство власти и бизнеса, вопрос экологической безопасности, роль и место бизнеса в реализации национальных проектов, конверсия на оборонных предприятиях, научно-технический и кадровый прорыв. Поддерживать промышленников в данной деятельности должно недавно созданное Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Нам вместе предстоит сформировать механизмы и инструменты реализации промышленной политики на основе базовых приоритетов. Прежде всего, развитие региональной и международной кооперации с ростом экспорта продукции наших предприятий. Поступательное повышение производительности труда за счет создания высокотехнологичных производств, новых кадров, внедрения новых технологий и материалов, повышение энергоэффективности. Активное сотрудничество с госкорпорациями и научными центром. Конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса. И, как вытекающее следствие, рост доходов предприятий, а значит, рост и налоговой базы региона. На рассмотрение конференции были вынесены отчеты о деятельности Союза промышленников и предпринимателей за 2015 и 2019 годы. Проработаны основные направления деятельности Союза до 2023 года. Говоря о задачах, которые стоят перед предпринимательским объединением региона на предстоящие четыре года, Виктор Рашников отметил, что они будут неразрывно связаны с реализацией национальных проектов, определенных майскими указами президента России Владимира Путина в 2018 году. При этом, подчеркнул президент Южноуральского союза промышленников, многими темами, вошедшими в перечень нацпроектов в Союзе, стали заниматься задолго до появления майских указов. В первую очередь это касается вопросов экологии и природопользования. Предприятия союза промышленников активно усиливают экологическую составляющую в деятельности промышленности, реализуют масштабные программы, направленные на кардинальное улучшение экологической ситуации в моногородах. Так, вложение Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность с 2000 по 2018 год превысили 58 миллиардов рублей. До 2025 года компания инвестирует в эту сферу еще более 38 миллиардов рублей. У нас снова есть программа, которую мы приняли в 2015 году, инвестиционная программа, которая охватывает все сегодня еще имеющиеся выбросы. И в 2025 году мы должны закончить и привести все в предельно допустимые концентрации. И что будет соответствовать людям, говорит, чистому городу. Для этого надо сделать ряд серьезных крупных проектов. Один из... в этом году мы запустили аглофабрику, которая позволит закрыть там четвертую аглофабрику. И буквально вот с октября месяца мы уже забудем, что такое слово «серо» в городе. Приступили в этом году к строительству новой коксовой батареи. Ну и с 22-го, с 23-го года планируем строительство доменной печи. Новой, которая позволит вывести с работы еще три. И вот эти три крупных проекта, и плюс еще другие, просто их очень довольно-таки много, обширно там порядка, наверное, там 30-40 мероприятий, объектов, которые надо сделать на комбинате, для того, чтобы вот войти во все вот эти предельно допустимые, так сказать, концентрации. На конференции состоялись выборы органов управления. Утверждены и дополнены документы, регулирующие деятельность Союза промышленников и предпринимателей. Президентом Челябинской региональной общественной организации и Челябинской региональной ассоциации работодателей Союз промышленников и предпринимателей вновь был избран председатель Совета директоров Публичного акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат Виктор Рашников. На этой неделе коммерческая служба ПАО ММК отметила 90-летний юбилей. Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, состоялись в стенах Дворца Орджоникидзе и собрали несколько поколений тех, в чьи обязанности входил нехитрый, казалось бы, функционал обеспечения металлургического гиганта всем необходимым для бесперебойной работы. Чтобы понять степень ответственности каждого сотрудника, заметим, чтобы производство было по-настоящему бесперебойным, а металл был действительно мирового качества, требуются десятки тысяч составляющих и комплектующих, от перчаток до угля и руды. Как такое может быть, чтобы подразделение предприятия было старше самого предприятия? Вопрос для многих, но не для тех, кто в этот вечер собрался в зале Дворца. Мы как мантру повторяем фразу про первую палатку и первый колышек в степи, не задумываясь, что прежде чем колышек забить, а палатку поставить, и то, и другое должно быть в наличии, а это уже задача снабженца. Вот почему в первом штатном расписании комбината, когда его еще не было, значились снабженцы и бухгалтеры. Приказ о создании коммерческой службы датирован мартом 1929 года, за несколько месяцев до первого паровоза. В целом же история службы, а ей здесь гордятся и знают, отражена на стендах, украсивших фойе. Основные этапы, руководители, достижения. Коммерческую службу недаром называют лицом предприятия. Они ведут переговоры, заключают сделки, контролируют ход и качество поставок, отвечают на рекламации. Словом, служба жизнеобеспечения. Огромное спасибо нашим любимым и уважаемым ветеранам за те традиции, которые были заложены в коммерческой дирекции. Это тот фундамент, на котором мы сейчас продолжаем обеспечивать наш гигант. Отдельное спасибо нашим друзьям, которые с нами находятся и в легкое, и в тяжелое время. Коллеги, действующие сотрудники. Я хочу вам сказать огромное спасибо за работу, за помощь. Пожелать вам дальнейших побед. Победы коммерческой службы не измерить миллионами тонн. Скажем больше, на правах авторов программы ТВ ММК, посвященной этому подразделению. Их победы вообще не видно. Проиллюстрировать невозможно. Но они, победы, обязательно есть и обязательно будут. Рядом со словом «история» располагается фраза «преемственность поколений». Это про коммерческую службу. Те, кто не дал упасть знамени, были в составе нескольких десятков человек, награжденных грамотами и благодарственными письмами самого разного достоинства. И еще немного истории. Во времена СССР в нашем городе существовали управления, жилищного хозяйства, например, общественного транспорта. Все это было подразделениями коммерческой службы ММК. Вот это мы понимаем, моногород. И кто знает, может быть, в зале в тот вечер был человек, отвечавший в свое время за поставку кресел в зрительный зал объекта социальной инфраструктуры. Объекта комбинатовский. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Мы продолжаем узор главных событий уходящей недели. В эту среду в Москве начал работу международный инвестиционный форум по недвижимости «Проэстейт-2019», участие в котором принимает Магнитогорский металлургический комбинат. Компания представит потенциальным партнерам уникальный проект по преобразованию городского пространства притяжением, инициатором которого выступил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Проект ориентирован на создание комфортной городской среды качественно нового уровня на территории в 400 гектаров, принадлежащий Магнитогорскому металлургическому комбинату. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь. Запланированное начало строительства – 2020 год. На первом этапе, срок реализации которого составит 5 лет, планируется создать на площади более 220 гектаров ядро дальнейшего формирования территории. Предполагается строительство музейно-образовательного комплекса, медицинского центра, спортивного кластера и благоустроенной парковой зоны. В музейно-образовательный комплекс войдут музей науки для взрослых и детей, музей истории металлургии и комбината, выставочные пространства с постоянными и временными экспозициями, библиотека, лекторий, научный центр, промышленные лаборатории и художественные мастерские. Объектами спортивно-событийного кластера станут крытые и открытые площадки для игровых видов спорта – фитнес-центр, 50-метровый бассейн, ледовая арена, многочисленные пешие, беговые, лыжные и веломаршруты. Комплекс сооружений для экстремальных видов спорта. Новый многопрофильный медицинский центр вместит в себя возможности как для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, так и для реабилитации. Для работы в центре будут подготовлены и привлечены высококвалифицированные специалисты. Парковый комплекс будет устроен на территории более 160 гектаров. Он вместит зоны семейного отдыха с прогулочными дорожками, беседками, игровыми площадками, искусственными водоемами, зону активного отдыха с аттракционами, площадки для проведения культурных и спортивных мероприятий, а также природный парк. Вся территория будет объединена общей ландшафтной концепцией. Реализация проекта обеспечит качественно новый уровень образования, отдыха, доступности медицинских услуг и занятий спортом для жителей и гостей города. Планируется, что ежегодно посетителями объектов многофункционального парка могут стать несколько миллионов человек. Масштабный проект Магнитогорского металлургического комбината по развитию городской среды притяжения открывает широкие возможности для развития бизнеса. Развитие бизнес-проектов возможно в таких областях, как образование, развлечение детей, общественное питание, организация и проведение мероприятий, прокат оборудования, продажи спортивных и иных товаров. Сообщает Управление информации общественных связей ПАО ММК. 18 сентября день рождения директоров Магнитогорского металлургического комбината Ивана Рамазана и Анатолия Старикова. А потому именно в эту среду отмечался и день памяти этих знаковых для города людей. Торжественные митинги прошли у могил бывших руководителей градообразующего предприятия, а также в сквере, который носит имя народного директора ММК. Специальный репортаж событий. У них был разный стиль управления, разный подход к делу, но их объединяло одно. Они жили родным городом и комбинатом. Два руководителя ММК, Иван Харитонович Рамазан и Анатолий Ильич Стариков, родились в один день, 18 сентября. И сегодня, чтобы почтить их память, на митинг собрались самые близкие и родные люди, а также коллеги и друзья, все те, кто продолжает помнить и чтить. Сегодня мы собрались отдать дань памяти Анатолию Ильичу Старикову, Ивану Харитоновичу, Рамазану. Эти две знаковые фигуры для ММК, по сути, связавшие две эпохи, экономические и технологические. Это как связь между прошлым и будущим. Иван Харитонович Рамазан очень много сделал для комбината. Было достигнуто максимальное производство в 1989 году. Строительство кислородно-конвертерного цеха, ледового дворца в городе. Анатолий Ильич принял эстафету в Иван Харитоновиче. Был запущен стан 2000 горячей прокатки, ряд объектов производственных. Родились они в один день практически ровесники. Задали оба в вектор развития комбината на многие-многие годы. Хочется заострить внимание на том, что на их долю выпала не только производственная вот такая сложная судьба, но в те годы было принято еще и когда город даже официально, юридически отвечал за многие проблемы, связанные с коммунальным обустройством всего города Магнитогорска. И, собственно говоря, вообще-то город начинался в то время, когда все службы принадлежали комбинату и проблемы генерального директора не ограничивались только тоннами. Наверное, в равной степени. А может быть, сегодня мы понимаем, и в большей они были озабочены проблемами горожан. Сегодня утром проснулся и подумал, а ведь Ивану Харитоновичу 85 лет. Всего 85 лет. По нашим временам, когда нет войны, голода, холода, жить бы дожить. 85 лет так мало. Анатолий Ильичу вообще 78 лет. Тоже жить бы дожить. А их нет. Иван Харитонович ушел в 91-м году. Толпа большая хранила. Шла по проспекту Ленина. Молодежь-то я не помню. Я-то не работал рядом. От отца слышал. Простого Мартеновца, третьего Мартеновского цеха. Машинист завалочной машины. Он гордился, что Иван Харитонович, заходя в цех, протягивал руку и с ним здоровался. Они помнили, дорожили. Рассказывали про новую, которую не было. Иван Харитонович, простые металлурги. Поэтому, наверное, его называют народным директором. Иван Рамазан руководил комбинатом в годы перестройки. Анатолий Стариков в лихие 90-е. Они были разными по характеру. Но оба знали комбинат, как говорится, от и до. Ведь начинали свой трудовой путь с рабочих должностей. Очень сложно переоценить вклад Ивана Рамазана и Анатолия Старикова в развитие Магнитогорского металлургического комбината и отечественной металлургии в целом. Коллеги рассказывают, при Иване Рамазане на комбинате достигли максимального производства стали 16 миллионов тонн в год. Анатолию Старикову досталось очень сложное, кризисное время. И его главной задачей было удержать предприятие на плаву. Решил он ее за счет реконструкции. Были остановлены Мартен и Пущин кислородно-конвертерный цех. Благодаря легендарным руководителям Магнитка выжила в столь сложные времена. Горько. И действительно, рано они оба ушли. Из жизни они могли сделать еще много доброго. Конечно, никогда не забудется то, что Иван Харитонович очень многое сделал для Пущин к конвертерному цеху. Это никогда не забудется. И это определило дальнейшее развитие и всю историю комбината. Анатолий Ильич продолжил это дело. Он провел освоение конвертерного цеха и подготовку комбината для работы в новых условиях. Иван Харитонович сделал очень много в период революции в стране. Но сделал он очень много не потому, что он был один, а потому, что у него была сильная, замечательная команда рядом. За ним шла мощная, эрудированная элита, команда администраторов, которые экономистов, производственников, которые это воплощали в дело. Поэтому невозможно сейчас говорить только об Ивану Харитоновичу и Анатолии Ильиче. Каждому пришлось непросто. И каждый достойно это вынес. И светлая память им всем. Коллеги рассказывают, оба директора были открыты к общению. С вопросом или проблемой к ним мог подойти любой. Рабочий день руководителей заканчивался поздно. Они буквально жили своей работой. Я работал с обоими директорами. С Иван Харитоновичем Рамазаном я знаком с тех пор, когда он появился у нас в Столиплевенном переделе. Это год где-то 73-й он был. И мы раскручивали производство в более 16 миллионов развили производство тогда, когда он уже был директором. А со вторым директором здесь получилась судьба так сложилась, что пришлось закрывать с ним Мартыны. С Иван Харитоновичем был всё время в контакте. Очень много. По всем вопросам, особенно в ночные времена, на всех авариях, которые были на комбинате, связаны и с железнодорожным транспортом, значит, или другие аварии. Работы было очень и очень много. Вспоминали на митинге о том, насколько заботился Иван Харитонович Рамазан о благосостоянии работников. У нас директор комбината питания была Любовь Анатольевна. Перед праздниками он её всегда пытал. Расскажи, как будете в празднике кормить людей, металлургов. Она говорит, Иван Харитонович, значит, мы к празднику закупили большую партию курочек. Я тебя спрашиваю не про курочек, а про мясо. Металлургия питаться должна мясом. О квартирах он очень беспокоился, чтобы люди вовремя получали жильё. И он поставил задачу строить не менее 100 тысяч метров квадратных в год. И такую задачу решил комбинат. Торжественный митинг, посвящённый Дню памяти директоров комбината, продолжился в сквере Рамазана. К памятнику Ивану Харитоновичу возложили цветы ветерана ММК, а также ученики школы, носящие имя народного директора. Евгения Солхудинова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. К другим темам нашего обзора. В городе продолжаются рейдовые мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Автобус». Сотрудники ДПС следят за соблюдением водителями правил дорожного движения и проверяют наличие необходимых документов. Особое внимание уделяется организованным перевозкам детей. На этой неделе в ходе рейда на дорогу города было выявлено пять правонарушителей. Кстати, не все из них были водителями маршруток и автобусов. Сотрудники ДПС первым останавливают немаршрутное, а легковое такси. Его водитель сам напросился на участие в рейде. Несколько секунд назад он проехал даже не на мигающий жёлтый, а на уверенный красный. Поясняет, поторопился. Сегодня он отделался штрафом в тысячу рублей, так как правонарушение совершает впервые. В следующий раз при подобном раскладе дел его уже должны будут лишить прав. Через несколько минут на запрещающий сигнал светофора проезжает ещё одно авто. Водители не хотят терять у светофоров ни минуты, мало задумываясь над тем, что кому-то их халатность может стоить здоровья или даже жизни. После выписанных предписаний сотрудники госавтоинспекции направляют всё своё внимание на пассажирские газели. Профилактические операции под названием «Автобус» проходят в городе регулярно. В ходе рейдов сотрудники госавтоинспекции следят за соблюдением правил дорожного движения водителями маршрутных такси и автобусов. Все транспортные средства проверяются на соответствие конструкции и технического состояния. В рамках проведения профилактического мероприятия «Автобус». То есть основное внимание обращаем на нарушение правил перевозки пассажиров, то есть когда водители автобуса перевозят сверху установленную норму. Также, чтобы имелась вся документация необходимая, то есть путевой лист, страховой полис, водительское удостоверение на автомобиль документа, то есть карточка маршрута. И также обращаем внимание на техническое состояние транспортного средства. Давно последнее право нарушение? О, месяц, два назад, давай. Поехали. Водители маршрутных такси в ходе рейда также проверяли на наличие неоплаченных штрафов. В случае, если таковые имеются, сотрудники ДПС будут вынуждены изъять автомобиль, задержать нарушителя и проводить его в суд для вынесения решения. К чести сказать, из остановленных в первый час рейда водителей ни один не оказался злостным неплательщиком. Водитель с 30-летним стажем Фахрадин Алиев. Рассказал он, только вчера рассчитался по долгам. Ну, бывает без нарушений никак. Бывает. За ремень, за цвет. А так дорожного права движения не бывает. Потому что люди все-таки, да? Конечно, мы можем возить народу, детей, женщин. Параллельно с проверкой автобусов сотрудники ДПС проверили то, как магнитогорцы перевозят самых маленьких пассажиров. В этом плане все оказалось в порядке. Всего же в ходе сегодняшней проверки пассажирских автобусов было выявлено три правонарушения. Два из которых касались правил перевозки пассажиров. Один водитель не использовал ремень безопасности. Рейды в рамках оперативно-профилактической операции автобус будут продолжаться и далее. Потому как акция эта регулярная и бессрочная. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. И в продолжение темы безопасности на дорогах. Ровно половину краж автомототранспорта удается раскрыть. Такова статистика Управления внутренних дел по Магнитогорску. С начала этого года с парковок города исчезли 42 транспортных средства. Буквально на днях одно из них в считанные часы было возвращено владельцу. Благодаря слаженным действиям полицейских патрульно-постовой службы. Как это было, служители закона рассказали нашей съемочной группе. Младший лейтенант Шаяхметов и старший сержант Лобанов работают в паре уже второй год. В тот день, как всегда, патрулировали район, двигаясь по заранее спланированному маршруту. С дежурной части поступило сообщение. От одного из торговых центров украден велосипед. Работа по данному факту, нами в сквере консерватория были замечены двое парней. Что привлекло внимание, то, что они были высокие, а велосипед был очень маленький для них. Когда мы с ними беседовали, чувствовалось их внутреннее волнение. То есть у них тряслись голоса, постоянно переглядывались. При разговоре выяснилось, что велосипед не ихний. И данные молодые люди пытались скрыться, но были нами задержаны. Подозреваемых доставили в дежурную часть, а полицейские отправились нести службу дальше. Список совместно раскрытых ими преступлений пополнился очень быстро. По рации доложили о случившемся в середине дня грабеже. У прохожего отобрали телефон. Однако потерпевший очень хорошо запомнил приметы напавшего. Мы отрабатывали территорию маршрута патрулирования своего. И выявили его, очень схожий по приметам явно, что был у него синяк под глазом и не было передних зубов. Также при беседе с ним он сказал, что да, это было совершено им. Сказал, что у него не было денег жить, говорит, надо на что-то. И вот безденежье его толкнуло на совершение преступления. По факту обоих преступлений возбуждены уголовные дела, а подозреваемым уже предъявлены обвинения. Каждый из них находится под подпиской о невыезде. Велосипед и телефон будут возвращены владельцам после окончания следствия. А в полиции напоминают гражданам. В случае совершения преступления нужно незамедлительно обращаться в полицию. В каждой дежурной части у нас есть телефоны, по которым можно сообщить информацию. Можно сообщить ее по телефону 02. И в дальнейшем уже сотрудники полиции предпримут все необходимые меры, чтобы установить граждан, совершивших преступление. Начало 2019 года в Магитогорске было совершено 42 кражи автомототранспорта. Половина этих преступлений раскрыта. Из 216 грабежей, произошедших в этот же период, злоумышленники задержаны в 70% случаев. Елена Тимофеева, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Отныне ты не просто геймер, ты спортсмен. Компьютерные игры признаны официальным видом спорта. Результат не замедлил себя ждать. Обзор спортивных событий прямо сейчас. Есть у меня в запасе гильза от снаряда. Эту фронтовую песенку с полным правом могут напевать теперь победители уральского танкового турнира «Битва завода». Дело в том, что главным призом виртуальных соревнований стала настоящая гильза от танкового снаряда. Только вместо пороха компания «Ростелеком», главный организатор битвы, наполнила емкость 15% корпоративной скидкой на услуги крупнейшего оператора связи. Я подержал снаряд в руках и понял, все серьезно. Танк для русского человека гораздо больше, чем железный механизм для убиения себе подобных. А компьютерная игра в танке, знаменитая World of Tanks, в регионе, где половина мужчин служила в танковых войсках, а вторая половина делала эти танки, просто обязана была стать популярной. Всего в турнире приняли участие 20 команд. Это действительно были сообщества уральских предприятий, в том числе Магнитогорского металлургического комбината. Забегая вперед, скажем, что нашим предстоит еще оттачивать свое мастерство. Битва началась, как и положено, в саргподготовке. Но при чем здесь группа чирлидинга? При том, что это само по себе красиво, девушки в характерном дресс-коде и камуфляже были еще и напоминанием. Отныне компьютерные игры – официальный вид спорта. Нравится это кому-то или нет, но они стремительно завоевывают сердца и системники людей. Настолько стремительно, что операторы связи, в частности Ростелеком, пакеты своих услуг, все больше адаптируют под потребности геймеров. Спрос рождает предложения. Ростелеком соединяет центральный офис компании и штаб разработчиков игры мощнейшим оптоволокном. В качестве отдельного предложения выделяет игровой интернет. Рекомендует игровые премиум-аккаунты. Но вернемся на поле боя. Особого внимания заслуживает главный приз турнира. В его качестве выступает вот этот незамысловатый, на первый взгляд, цилиндрический предмет. Организаторы соревнований резонно решили, раз уж турнир танковый, то и главный приз должен иметь самое непосредственное отношение к танкам. И это не что иное, как гильза от танкового снаряда. Красиво было бы сказать, что она еще пахнет порохом, но нет. Гильзу предоставила лаборатория, где испытывают вооружение остальных монстров. Тем временем битва в разгаре. Страсти кипят, но в наушниках. Снаряды летают, как мухи, но на мониторах. Битва настолько важна, что привлекает внимание областных чиновников. Более того, впервые турнир проводится в формате официального вида спорта. Я считаю, гильзу спорта настолько классный, что он сам себе пробьет дорогу. Здесь особой поддержки, но, как мне представляется, не нужно. Все равно будут ребята, девушки, которые любят именно этот вид спорта. Выберут его, и вряд ли родители сильно будут отговаривать. Ну, а вот шахматы, шашки – это тоже подобные виды спорта, где надо больше интеллектуальных, чем физических усилий прикладывать, но, тем не менее, это общепризнанные виды спорта. Точно так же и Россия, она одна из первых признала киберспорт в качестве спорта. Поэтому и теперь он пользуется всеми мерами государственной поддержки, как и любой другой вид спорта. Сотрудники Ростелекома рассказывают, что когда возникла идея кибертурниров, они меньше всего думали, где их проводить. Конечно, в Танкограде. Это второе и незаслуженно забытое имя Челябинска. А финалисты – это представители заводов, имеющих прямое или опосредованное отношение к танкостроению. Благодаря крупнейшему оператору связи, играть в танки стало не только интересно, но и выгодно. Главный приз, который предоставляет Ростелеком для победителя, это индивидуальная скидка для всех сотрудников завода при пользовании тарифами от компании Ростелеком и нашим уникальным продуктом Венг. Поэтому победители принесут для своих заводов еще и положительные эмоции, принесут возможность получить скидку на тарифы. Желаю всем победы! Но все побеждать не могут, как на настоящей войне, так и в компьютерной игре. Дружба геймеров, конечно, победила, но проворнее всех на виртуальном поле танкового сражения оказались работники Первоуральского новотрубного завода. Следом в порядке убывания шли Челябинский металлургический, Курганский машиностроители, замкнула четверку финалистов команда «Лукойл-Перм». Игорь Гурьянов, Александр Макаров. Телекомпания ТВИН. Челябинск. Концепция прежняя, формат новый. В Магнитогорске в минувшее воскресенье состоялся полумарафон «Азия-Европа». В этом году традиционные старты прошли с небывалым размахом. Участие в них приняли 1300 человек из 72 городов России. Подробнее о масштабном спортивном событии прямо сейчас. Состязания «Азия-Европа» в Магнитогорске состоялись уже в 53-й раз. И впервые в статусе полумарафона. Масштабное спортивное событие объединило рекордное количество участников. На старт вышли 1300 человек. Для сравнения, в прошлом году их было в 4 раза меньше. В этот раз организаторы подготовили для атлетов 3 взрослые дистанции. Это 2,10 километров, а также 21 километр 100 метров. Для малышей отдельные старты 200 метров и 400. Я бегу лично на 21 километр. Ну вот почему именно 21 самое сложное, пожалуй? Ну потому что максимальное, как бы так, нужно себя проверить. Только 21, а потому что нужно поддержать. Так, конечно, у нас в городе, как говорится, созрели для чего-то более серьезного. То есть забег с каждым годом, грубо говоря, все уходил в тень, в тень. Я думаю, это вот начало чего-то более грандиозного для нашего города уже. Мы пришли всей семьей, потому что приходим на забег Европа-Азия каждый год. В этом году только девочки не смогут со мной побежать 10 километров. Побегут свои дистанции. Я побегу 2 километра. Я расстраиваюсь, что в этом году не 10. Но я хочу прибежать, чтобы показать результат своего тренеров. Я хочу, чтобы получить от этого забег голосовый. Фотографируем, а потом ждем ребят, которые сегодня... Небольшая разминка, традиционные напутственные речи, знакомство с так называемыми пейсмейкерами, спортсменами, которые будут задавать необходимый темп полумарафона и обратный. Отсчет запущен. Первые участники уже на старте. Три, две, одна. Впервые в этом году на состязаниях была применена система электронного хронометража. На груди у каждого спортсмена не только порядковый номер, но и чип. Таким образом, участник получает свое индивидуальное время забега. И неважно, стартовал он в начале колонны или в самом конце. Абсолютно новый в этом году и маршрут соревнований. Здесь мы изменили маршрут. Мы бежали по левому берегу через мост. Сейчас мы решили все-таки провести пробег по исторически красивым местам города Магнитогорска, по Ленинскому району. Показать именно Ленинский район, парк, потому что забеги на два километра. И финиширование будет идти через парк, через центральный стадион. Я думаю, тем гостям, которые приехали сюда, это будет очень интересно и полезно. Смеши ровно! Давай, давай! На протяжении всего забега спортсменов подбадривали болельщики, работали на трассе волонтеры, были организованы точки питания с водой и свежими фруктами. Также тепло и радушно встречали участников полумарафона и на финише. Самые громкие аплодисменты, конечно, в адрес триумфаторов. Первой дистанцию в 10 километров преодолела магнитогорская спортсменка Анна Минулина. Из мужчин победителем стал также магнитогорец 16-летний Никита Павлов, воспитанник школы Олимпийского резерва номер один. Трасса, ну, достаточно, несмотря на то, что по городу, рельефная и тяжелая, по сравнению с прошлыми. Но все равно, несмотря на тяжелую трассу, личный рекорд я пробежал быстрее, чем прошлый. Ну, результат был 32 минуты 59 секунд, сейчас пока точно не знаю, но около сейчас скажу. 32 минуты 15 секунд где-то вот такое. Через несколько минут на финише показываются самые быстрые спортсмены на дистанции 21 километр 100 метров. Результат лидера Олега Марусина 1 час 6 минут. Атлет признается, эта победа не стала для него сюрпризом. Двигун из Белорецка, мастер спорта международного класса. Настроение отличное. В связи с тем, что как бы выиграл, очень рад этому. И трасса очень понравилась. Первый раз мы все время участвовали. Ази Европу, 15 километров. Стартовали с левого берега и сюда бежали. А сейчас по городу вообще классно, понравилось очень. Большое спасибо городу. По всей трассе болел, прям кричали, аж уши закладывают. Молодцы, очень приятно, очень помогает, поддерживает. Поздравляем. Очень-очень-очень здорово. Первая из девушек 21 километр преодолела также гостья города, спортсменка из Челябинска Екатерина Фатеева. Для нее этот полумарафон стал своеобразным поводом выйти из декрета. А сложно? То, что я полумарафон бежала впервые за несколько лет. В прошлом году стала мама, и это у меня просто старт, и только все успевало. И в 6 утра вставала, и в тренировки бегала, пока муж на работу не уехал. И в 7 вечера, когда приходила. Проигравших в полумарафоне не было в принципе. Каждый участник получил медаль с символикой города. И, конечно, никто не ушел со стадиона без отличного настроения. Ощущения самые положительные. Просто получил колоссальное удовольствие от этого забега. Первый забег для меня этот был на такое расстояние. Попробовал, очень понравилось. Думаю, в дальнейшем буду повторять и повторять, и улучшать свои показатели и результаты. Спасибо организаторам. Все здорово. Классный праздник спортивно устроили. Евгения Солхудинова, Виктор Исаев. Телекомпания ТВИН. Не только цыплят, но и марафонцев по осени считают. Когда вы смотрите эти кадры, горный полумарафон Крака Рейс уже финишировал. Через неделю сверхмарафон Большой Иремель. Очень надеюсь увидеться там же, на вершине. И в нашем эфире время местное.